Здравствуйте! На этом уроке мы продолжим тему «Свойств степеней». И сначала мы повторим свойства, которые мы уже рассмотрели на прошлом занятии. Предположим, нам дано 2 в десятой степени умножить на 2 в пятой степени. Мы знаем, что если степени с одинаковыми основаниями перемножаются, то мы основания оставляем прежними, а показатели степеней складываем, а значит, это будет равно 2 в пятнадцатой степени. Мы также выяснили, что если 2 в десятой степени делится на 2 в пятой степени, то мы можем вычесть показатели степеней, а основания оставить прежним, а значит, это будет равно 2 в степени 10 минус 5 или 2 в пятой степени. Под конец прошлого урока мы быстро ознакомились с третьим свойством степеней, чему, например, будет равно 2 в десятой степени и еще в пятой степени. Сначала разберемся, что вообще это значит. Когда мы возводим что-то в пятую степень, это значит, мы должны умножить это что-то само на себя 5 раз. Это будет равно 2 в десятой степени умножить на 2 в десятой степени, умножить на 2 в десятой степени, умножить на 2 в десятой степени и умножить на 2 в десятой степени. Правильно? Я всего лишь 2 в десятой степени умножила само на себя 5 раз. Именно это и представляет собой пятая степень. А мы знаем из первого свойства, что можно сложить эти все показатели, так как у всех степеней одинаковые основания. И если мы сложим 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10, то что тогда получится? В итоге мы получим 2 в 50-й степени. По сути, что мы только что сделали? Мы умножили 10 на 5 и получили 50. Это и есть третье свойство степеней. При возведении степени в степень основание остается прежним, а показатели перемножаются. Рассмотрим еще один пример. Допустим, нам нужно 3 в 7-й степени возвести еще в степень минус 9. Опять-таки, мы всего лишь перемножаем показатели степень, то есть 7 и минус 9. И в итоге мы получим 3 в степени минус 63. Как видите, под это свойство попадает и степень с отрицательными показателями. Теперь мы переходим к рассмотрению последнего свойства степеней. Предположим, нам дано 2 умножить на 9, и все это возводится в сотую степень. Тогда это будет равно 2 в сотой степени умножить на 9 в сотой степени. А теперь давайте проверим, действительно ли это так. Возьмем пример с меньшим показателем степени. Например, у нас есть 4 умножить на 5 в кубе. И это будет равно 4 умножить на 5 умножить на 4 умножить на 5 умножить на 4 умножить на 5. А это то же самое, что и 4 умножить на 4 умножить на 4 умножить на 5 умножить на 5. Правильно? Ведь от перестановки множителей произведение не меняется. 4 умножить на 4 умножить на 4 это 4 в кубе, а 5 умножить на 5 умножить на 5 – это 5 в кубе. Вот так и получается, что 4 умножить на 5 в кубе равно 4 в кубе умножить на 5 в кубе. Когда я только начала изучать степени, я всегда забывала свойства. И поэтому постоянно вот таким образом выводила эти свойства. Перед тем, как приступить к решению сложных примеров, давайте повторим все свойства степеней. Если степени с одинаковыми основаниями перемножаются, например, 2 в седьмой степени умножить на 2 в кубе, то основание остается прежним, а показатели степеней складываются. Значит, это равно 2 в десятой степени. А если 2 в седьмой делится на 2 в кубе, то основание оставляют прежним, а степени вычитаются. В итоге здесь получится 2 в четвертой степени. А если, к примеру, 2 в седьмой степени возводится еще в куб, то в этом случае показатели степеней перемножаются. Значит, это равно 2 в 21 степени. А если 2 умножить на 7 возводится в куб, то это равно 2 в кубе умножить на 7 в кубе. Теперь с помощью этих свойств давайте попробуем решить сложный пример. И чтобы упростить выражение, нам придется применить не одно, а, возможно, сразу несколько свойств. К примеру, нам нужно выяснить, чему будет равно 3 в квадрате умножить на 9 в 8 степени. И все это еще возводится в минус второй степени. Что можно здесь сделать? 3 и 9 – это абсолютно разные основания. Но 9 мы можем представить как 3 в квадрате, ведь 9 – это то же самое, что и 3 в квадрате. Тогда это выражение мы можем записать как 3 в квадрате умножить, а вместо 9 записать 3 в квадрате и в 8 степени. И все это мы возводим еще в минус вторую степень. Я всего лишь заменила 9 на 3 в квадрате. Мы ведь знаем, что 3 умножить на 3 – это 9. Теперь мы можем использовать свойства возведения степени в степень. Итак, это будет равно 3 в квадрате умножить на 3 во второй степени умножить на 8, то есть 3 в 16 степени. И все это в минус второй степени. Теперь мы можем использовать первое свойство – свойство умножения степеней и упростить выражение в скобках. У нас здесь одинаковое основание, следовательно, мы можем сложить показатель. Итак, это равно 3 в 18 степени и в минус второй степени. И вот мы почти решили этот пример. Мы опять-таки можем применить свойства возведения степени в степень. Значит, это будет равно 3 в 18 степени умножить на минус 2, или 3 в степени минус 36. На первый взгляд этот пример кажется довольно сложным, но, как вы увидели, решается он очень просто. С помощью свойств степеней можно упростить любое выражение, главное – все делать поэтапно. Такого рода примеры относятся к заданиям второго уровня сложности. И если вы все поняли и во всем разобрались, то вперед самостоятельно решать задания на действия со степенями. И я советую вам не просто заучить эти свойства, а понять, откуда они берутся, так как заученное забудется буквально через год. А если вы понимаете, откуда берется то или иное свойство, то вывести его вы сможете в любое время. Но выбор остается за вами. Хотите – просто заучивайте, хотите – детально разбирайтесь. И еще одно – решайте как можно больше примеров, и со временем вы станете просто виртуозами в решении примеров со степенями любого уровня сложности. На этом все. До скорых встреч!